все можно ехать в отель смотри, 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 смотри это очень важно это в магазинах да, это в магазинах всю мою жизнь это, говорит, у магазина компьютер family надо же пристегиваться ну, это окей окей, говорит не надо, говорит, пристегиваться молоко молоко камел реально они издеваются он говорит, это верблюжье молоко не в милке не в милке шваин шваин это новая секретарь хорошо это новая секретарь я думала он спать пошел а он такой шустренький пошел гулять куда-то в 7 утра молодец города как джио рекламирует прям большими растяжками сейчас повысил скорость апгрейдил сейчас хорошо у него очень посидела дома поиспользовала его интернет в тот раз был очень медленный а сейчас хороший мне больше всего джио нравится осторожно осторожно куда-то мы приехали какой-то чудненький отельчик а где саши миленькая мраморная какая-то штучка хороший симпатичный отель такой светлый большой ваза с меня ростом чувствую цветлый в нераване это название мирус в также в Ну видно, что приятный, хороший отельчик такой. Так, внешне хорошо выглядит, очень даже неплохо. Посмотрим внутренности. Да, это Роял Лайф, огромная комната, просто огромная. Мне вот эта сторона нужна. I need this side. Здесь розетка, здесь стол. Это реально Роял Лайф. Интересно? Да ладно, пикок. Попугай? Дарлинг, попугай? А пикок это павлин? Павлин. А, все, поняла. Пикок это павлин. Really? Many, many. Здесь, говорит, в этом районе очень много павлинов. Ну надо же. Они что, тут летают что ли? Так. Ну, кондишен тут закрывают этой штукой. Еще один стол, еще один стол. Холодильничек есть, фридж. Баскап. Yes, bathroom very good. Ой, как хорошо. И даже ванна. Крайне редко встречаю ванны в отелях. Сейф. Да, мне понравился, понравилась эта комнатка. Потом спрошу, почем. Не ту сторону открываю. Две холодные водички. У нас как раз водички нету. Чай. Кофе. Очень приятненько. Теперь бы душ принять и можно ехать слонов смотреть. Упс. Немножко кондишена звук, но мой кулер больше звука издает. Поэтому я вполне счастлива. Саши, вон какой у нас красивый. У него брючки, резиночка опять подходит. У него, наверное, пол чемодана резиночек. Вот что я подозреваю. Я взяла всего двое брюк, в которых в поезде была. И вот эти вот. А у него, думаю, один чемодан с брюками, один с резинками. Да. Тут это совсем рядом с домом его брата. Здесь много отелей. Вот отельчик такой очень красивый. Ну, думаю, достаточно дорогой. Ну, как достаточно дорогой? Думаю, тысячи две номер. Две, две с половиной. Средний. Выглядит он так. Не знаю. Кому как. Мне две с половиной дорого. Вон еще. Ну, так, немножечко посвежили, помылись. Гудмонин. 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 Двадцать первое. Мы приехали в прекрасный розовый город Джайпур. Столицу Раджастана. Человек аж через дорогу бежал. Думал, что мы иностранцы. А мы наполовину. А теперь нам надо перейти дорогу. Он хотел нас довезти на свои рикши. I don't worry, I don't worry. Сам говорит don't worry, но так нервно говорит, что я начинаю worry. Вот, он нас хотел довезти этот человек. Бежал за нами. Тут дома такие приличные. Приличные домики. Это наша машина. Очень хорошо. Здесь, в Казахстане, они не замечательны. Но это не так. А я не знаю, что ты живешь. Я не знаю, что я живешь, я не знаю. Я не знаю, что ты живешь. И я сейчас живешь. Гудмонин. Я всегда живешь. Гудмонин. 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 Да, 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 я читала о том, что много, много людей, очень важных людей, которые приезжают к Бабе. Мы говорим, что, ну я читала такую информацию, что даже Путин и Медведев приезжали к Саибабе. Там же есть у нас аэропорт маленький, для президентов там быстренько, раз-раз, самолётики, вертолётики. Их привозили к нему. Ростропович там был, очень многие, гребенщиков там очень много времени проводил. Какие дома, прямо вот супер, супер, как они мне нравятся. Прямо как декорации. This building looks like decoration, it's so beautiful. Это часть дворцов старого, это вот именно старый Джайпур, как они говорят, традиционные здания, вот такие вот. Потрясающе. Розовый город, пинг-сити. Вот он тем и хорош, что он чуть-чуть вот такое вот всё обшарпанное, старенькое и винтажное, в общем, если можно так сказать. Правильно мне написали, что кругом Икея там на западе у нас, поэтому вот это всё настолько ценно, эта старина. Хава-Махал, да? Хава-Махал, да. Вот, это вот дворец ветров, потрясающий, потрясающий Хава-Махал. Ну, сегодня у нас другой план, мы едем кататься на слониках. Хорошо, конечно, но проблем. Он говорит, если мы сейчас не найдём чистенького местечка для еды, мы потом поедим. Крен-то проблем, я не голодная почему-то. Выпила чашку кофе. Нет, этот юноша, мы пришли к ним, а у них кофе нет, у меня был свой, я им дала, он говорит, мама была, она сделала, он говорит, это было сложно сделать кофе, хотя он просто растворил и ложку кофе кинуть и всё. Всё в розовом, вот всё приблизительно одного цвета, темнее, светлее, но терракотовый цвет. Пинк колор, я объясню. Если в Джодбур поедем, то там будут все дома синие. Удайпур, все белые дома. Поросятки, поросятки деловые какие-то куда-то пошли по своим поросячим делам. Так, а это что такое маленькое темпло? Маленький, хорошенький такой. А мы приехали где-нибудь позавтракать. Ой, бедная бабочка. Здрасте. Бабушка ко мне подошла, что-то подошла, кивнула мне и всё. Улыбается. Так с утра они поднимают настроение такой непосредственностью. Оно у меня и так хорошее было. Хелло, говорит. Кричит мне. Ну вот, вот, вот мы с тобой как бы сфотографировались. Это видео. Спасибо. В общем, я хотела, думала, кёрт райс, кёрт райс. Но, судя по цене, это огромнейшая порция, потому что, в принципе, он дешёвый. Там рис и немножко кёртика должно быть. Но, видимо, там гора. Поэтому мы решили заказать вот мне панир Порота. Саши хотел Боби Порота. Это лепёшка с цветной капустой. Но Боби нет. Заказал с картошкой Алло Порота. Вот они почему-то кёрта, видимо, много заказали. И я захотела очень сильный стройк кофе. Посмотрим, что остальные заказали, что тут у них есть. Нежненькая расцветочка, но... Ой-ой-ой, покатилась. Но пластик. И это покатилось кругом ветра. Всё покатилось. Кёрта так много принесли. Нам ещё лепёшки наши не принесли. А вот уже верблюды идут. Мы когда подъезжали, я вот за этим товарищем наблюдала. Вот напротив, с длинными волосами. Он сидит, сидит и сидит. У него никакого не хозяйства, ничего. Он только вот перебирает руками свои волосы. Вот мы уже минут 20 тут. И он 20 минут их перебирает. Я думаю, это вот как вот бременские музыканты. Наш ковёр – цветочная поляна. Наши стены – сосновеликаны. Наша крыша – небо голубое. Наше счастье – жить такой судьбою. Наверное, вот такой вот свободный человек. Ничего у него нет. Но счастлив сидит, наблюдает за жизнью. Вот мне он таким представился. Остальные вот рядом с ним слева. Дедушка в белой челме. Это вообще вот мне кажется, что я ещё такая полусонная. И мне кажется, он просто как картина вот на этой стене. Он не просто человек. Сверху вон вазы нарисованы, а снизу как будто бы дедушка нарисован. Ой, наши лепёшки пришли. Надо было мне раньше уйти. Давно бы ушла. Давно бы принесли. Даня, вот. Ой, как хорошо. Надеюсь, кофе строй, крепкий. Переходи был, то будет one more spoon of coffee. Спроси, пожалуйста, ну что что такое? Мне принесли еще, досыпали кофе, они просто поверить не могут, что кто-то может пить такой крепкий. Чтобы было буквально, я не знаю, треть чайной ложки, сейчас еще треть докинули, а может четверть. Капарот, это вот еще один такой вид лепешки, может быть слоеная, может быть прям такая нежная, как чинная, кружевная, а может быть вот внутри вот это вот панир, сыр, белый сыр, а тут овощи, картошка, это вот Саши мне дал, называется алу. Мы пристегнулись, законопослушные, едем к слонам. Мид-элефант, знакомиться, встречаться со слонами.